Они пришли через Кавказ. То есть, генетически они не евреи. Но они приняли иудаизм. Были и другие страны, принимавшие иудаизм. В Эфиопии, например. Эфиопские евреи, они негры. Если говорить, они потомки Несима, а кого? Хама, да? Нормальные негры. Но они приняли иудаизм. То есть, миссионерская деятельность действительно происходила. И происходила активно. И сам иудаизм направлен на то, чтобы просветить народы мира Словом Божьим. Согласны? Просто в средние века, когда евреи начали преследовать, евреи прекратили эту практику. Но это не от хорошей жизни. Второе. Результатом большинства диспутов, полемики и так далее является не сближение умов и сердец, диспутирующие, а наоборот, они провоцируют вражду и желают победить любой ценой. Вот поэтому первый день мы посвятили этике спора. Мы действительно не должны показывать еврею, что мы требуем победить любой ценой или доказать свою правоту. Наша цель не в этом. Вы помните. Надо предоставить действовать Духу Святому. Надо цель ясно изложить свои мнения и ясно ответить на вопросы оппонента. Если мы друг к другу стремимся, то будем искать истину, будем понимать общее, иметь общее понятие истины, которое приблизит нас друг к другу и к истине. Вот это цель спора. А не вражда. Но, к сожалению, часто действительно споры с ортезоциальными евреями, неопытных миссионеров и приводят к таким результатам. Третий довод, который приводит Любовичевский Рябешный Ирсон. Когда одна из сторон заинтересована в обращении в свою веру, а другая нет, что собой-собой разумеется, то первая сторона воспользуется полемикой своих целей. И диалог вскоре превратится в монолог. Мы тоже должны понимать, что не должны превращать диалог в монолог. Не должны навязывать свою волю. Каждый человек имеет право выбора. Еще раз говорю. Наша задача не пожинать, даже наша задача не сеять, а что? Готовить почву. Если мы будем добиваться маленького успеха по маленькому вопросу и не требовать сразу перемены кардинальных своих положений, то, естественно, мы избежим этих ошибок. То есть в данном случае Любовичевский Рябе показывает на ошибки неопытных дискутирующих христиан. Хорошо. Переходим непосредственно дальше к тексту. Итак, мы согласились, что будем сначала говорить о Мессии. Первое, что мы говорили, пришел ли он, как верят христиане, или должен прийти, как верят иудеи. Второе, затем будем говорить о том, является ли Мессия самим Богом, или он полностью человек, родившийся от мужа и жены. Третье, мы будем говорить о том, кто придерживается истинного учения, мы или христиане. Я прокомментирую это. Помните, мы говорили, что очень важно определить цель, определить вопросы, строго по которым мы будем проводить диспут, беседу и определить регламент. И вот здесь, вы запишите, возникают определенные конфликты. Помните, мы говорили, что мы часто мало знаем друг о друге, да? Мы часто боимся оскверниться, поэтому не изучаем. Евреи, иудеи не изучают Новый Завет, христиане не изучают Талут. А потом возникает такое. Ну, вы знаете, я не знаю, что это такое, но я знаю, что это очень плохо. Вот доводы такого типа. Ну, ты пойди и убедись, почему это плохо. Я не говорю, что вам принимать нужны наркотики, убедиться на самом себе, что это плохо. Правда? Я говорю о теоретических вопросах. Что для того, чтобы говорить о чем-то, мы должны знать конкретно, о чем идет речь. Не по наслышке, не по комментариям каких-то. Если мы возьмем, антисемит возьмет Талмуд, он много такого дойдет в Талмуде. Если Талмуд возьмет христианин, он свое найдет в Талмуде, да? Если последователь свидетелей Иеговы, он опять свое подтверждение найдет в Талмуде и так далее. То есть, мы должны четко понимать, чего мы хотим при изучении еврейской литературы. Итак, конфликты. Конфликты какие происходят при этом? Первое. Конфликт в теологическом контексте. Теологический контекст. И иудаизм, и христианство оперируют одинаковыми терминами. Помните, мы говорили? Даже Тора. Тора, понятно. Пятикнижие. Но в действительности, по Торам еврей ортодоксально может понимать Талмуд. Я говорю об одном, он говорит о другом. Слово одно, контексты понимания разные. Итак, в теологическом контексте. Понятие грех, спасение, искупление, первородный грех, крест. Для нас это определенная теологическая трактовка. Но у других людей, может быть, теологическая трактовка другая. И в этом отношении понятие грех, спасение, искупление, первородный грех различается. Ну, например, крест, слово для христианина, несет положительные эмоциональные ассоциации. Это место, где произошло искупление и спасение. Для еврея исключительно сильный негативный заряд. Как символ смерти. Вот ты приди к Голгофе, посмотри на крест и спасешься. Да? Скажи это ортодоксальному еврею. Скажет, ну ты, брат, бредишь. Ну ты-то бредишь. Об этом говорил апостол Павел. Что, помните, для одних крест – это что, и уродство, да? Вот. И что-то, нечто кажется безумием. А для нас это спасение. Помните? Хорошо. Дальше. Есть такое понятие в христианстве – первородный грех. И мы будем говорить, что здесь тоже в диспуте говорилось об этом. Слышали такое выражение – первородный грех? Оно, во-первых, не библейское. Потому что в Библии слова «первородный грех» в таком понимании, как написано, нет. Что такое первородный грех? Делаем. Итак, понятие первородный грех в христианстве. Вы сейчас уже говорите о первородном грехе с такой точки зрения, как его трактовал Мартин Лютер и его последователи. Но понятие первородный грех в католической церкви, в частности, понималось по-другому. Оно так, как Адам согрешил, то каждый человек рождается не праведником, а кем? Грешником. Раз человек рождается грешником, то есть вопрос не в том, человек грешник почему? Потому что он грешит, да? Или потому что он уже родился грешником? Раз он рождается грешником, значит, младенец того рождения куда попадает? Ад. Единственный способ этому его рожденному младенцу избежать ада – это что? Так, как можно скорее крестить. Таким образом, мы этот первородный грех с него снимаем. Так? Толкования, которые говорят об этом протестанты, Мартин Лютер и уже последователи его, говорит о том, что у человека есть грешная натура. То есть способность грешить, она превышает способность быть праведным. Согласны? То есть человек рождается грешником, это не значит, что человек рождается грешником, осужденным для ада, но своими поступками, своей последовательностью он в конечном счете попадет в ад. Для этого необходимо, чтобы он не попал в ад, покаяться и принять Ишуа Мессию. Это современная христианская традиция. Кстати, позиция, которую католики тогда занимали, помните, она прямо казалась действительно странным и безумным для еврея. Потому что у еврея фактически то же самое понимание греха, что и у нас, здесь сидящих христиан. Но только другими терминами. Кто скажет, какие термины употребляют евреи для понятия, то, что мы говорим, первородный грех или греховной способности человека? Ну-ка. Ецер, Га, Ра. Помните? Да. Ецер – это стремление, да? Ецер. Га, Ра. И есть Ецер готов. Помните, Павел говорит, у меня есть стремление делать доброе. Что это означает? Ецер готов. Но чтобы делать доброе, я этого не нахожу. То есть, Павел говорит еврейский. Еврейским менталитетом. Почему? Потому что есть во мне нечто, как оно называется? Ецер, Га, Ра, что препятствует мне. Правда? Вот. Ецер, Га, Ра, Ецер, Га, Тов. С точки зрения еврейской ортодоксальной традиции, Ецер, Га, Ра и Ецер, Га, Тов, они находятся в каждом человеке рожденном. Согласны с этим? Но все-таки какая часть сильнее? К сожалению, вот эта способность к разрушению, или то, что в науке говорят энтропия, помните, не было смерти, не было разрушения, не было распада живого, до того, как человек согрешил. Но грех, войдя в весь мир, способствовал тому, что мир разрушается. Солнце гаснет, реки мелеют, моря зарастают бурой тиной, дно старинного пруда. Правда? Все способствует к разрушению. Поэтому с этого момента Ецер, Га, Ра стала сильнее, чем Ецер, Га, Тов. Просто и понятно. Есть противоречия? Противоречия будет, когда вы начнете говорить о термине первородный грех. То есть, если вы говорите правильно, то фактически противоречия не будет. Любой равен согласится. А то, что злое начало, все-таки в человеке сильнее, чем доброе. Правда? Хорошо. Дальше. Спасение. Вопрос спасения. Если вы будете говорить еврею, что он нуждается в спасении, что он вам прежде всего ответит? От чего? От погрома? От таких вот миссионеров, как ты? То есть, само по себе понятие спасения у евреев всегда конкретно. Для евреев были тысячи опасностей, и действительно, Бог от этих тысячи опасностей их спасал. Но если говорить так, получается, что ты идешь в ад, и тебе нужно спастись, да? Примешь Иисуса Христа, будешь спасенным. Правильная формулировка? Ну, для еврея неправильно. Опять-таки говорю, для еврея неправильно. С точки зрения еврейского менталитета. Он только увидит ряд таких трескучих фраз привычных, христианскую феню и так далее. Но еврей, если он, конечно, я еще раз говорю, если не верующий еврей, ему, в принципе, все равно. Он это воспринят с точки зрения русского менталитета. Естественно, все русские евреи прекрасно знают, смотрят телевизор и проповеди иногда слушают. Но если это ортодоксальные евреи, скажи, что что-то ты не так говоришь. Потому что есть понятие этого мира и мира будущего. И помните, сказали, что каждый еврей имеет участь в будущем мире. Но это что значит, что каждый еврей имеет участь в будущем мире? Как вы это объясните? Что каждый еврей, родившись евреем, и находясь в завете с Господом, уже спасен? Он имеет участь. Вы понимаете, каждый иммигрант имеет возможность стать миллионером в Америке. Правда? Вы знаете, что шанс разбиться на своей машине в сто раз больше, чем шанс выиграть машину в лотерее. Ну, почему-то каждый дурак стремится выиграть машину в лотерее. еврей. Итак, каждый еврей имеет лотерейный билет в небо. Но он может попасть только одним единственным способом в небо. Правда? Приняв спасителя. Того, кто нам откроет этот путь. Да, на своей машине он тоже может быстро попасть. только я не знаю, куда. Это уже будет от него зависеть, покаяться ли он. Правда? Вот если так человеку объяснить, что ты можешь иметь, как говорится, допуск в будущее, мир, в Божий мир, иметь место с Богом, иметь место со святыми, только при определенных условиях. Правда? Это совсем другое, чем просто говорить отвлеченно. Покаясь или будешь спасен. Вы знаете, что, в принципе, многие евреи в ад не верят. И в дьявола тоже не верят. Кстати, свидетели Иеговы тоже не верят, что грешники будут гореть в аду. Так что, если считать свидетелей Иеговы христианами, как некоторые считают, хотя, между прочим, я считал, что и вообще-то теологи многие считают свидетелей Иеговы иудейской сектой. Удивительно, потому что их мышление очень, очень похоже на мышление некоторых евреев. Это вы тоже должны учитывать, если вы будете, говорится, свидетеля Иеговы. Если вы с ними по-настоящему захотите поговорить, а не на их условиях. Дальше. Хорошо. Крест мы разгорали, грех, спасение, искупление. Искупление. Итак, что значит быть искупленным? быть искупленным от греха. Тебе надо искупить от греха. Но некоторые христиане думают, что искупить себя от греха можно, например, построить церковь. Правда? Хорошо. Значит, выходит, мы все принадлежим дьяволу, дьявол имеет над нами власть, и нас нужно покупать, выкупать от дьявола. Правильно или нет? Евреи подумают, что именно так и предстоит. Так и обстоит. Но когда мы говорим об искуплении, то надо рассказать о том, что делает грех в нашей жизни. Правда? Мы не принадлежим дьяволу, но мы становимся в такую позицию, что дьявол может действовать в нашей жизни. Мы находимся как пленные. Согласны, что многие люди находятся в плену. И поэтому что с пленными делают? Выкупают. И этот избавитель, этот искупитель на еврейте называется как Гоэль. Помните, мы вчера говорили, если мы такие вещи объясним простыми и доходчивыми еврейскими словами, то тогда артодоксальный еврей нас поймет. Тогда артодоксальный еврей нас поймет. Если он захочет, естественно, понять. Помните, мы говорили, принцип нельзя человека ни в чем убедить, если он не захочет в этом убедиться. Хорошо. Итак, первое, о чем мы говорили, это теологический контекст. Ну, и так во многих вопросах возникает. Вот, например, когда мы говорим Троица. Знаете, как евреи себя представляют Троицу? Я приведу цитату Ярослава Гашека. Он не еврей, но у него были еврейские корни. И солдат Швейх уж точно был евреем. Йозеф Швейх. Вот он пишет так. Помните, там был такой кац, оберфелькурат кац, то есть полковой священник. И вот Швейх был в служении у этого каца. И там он притащил на служение походный алтарь. Ну, что такое алтарь? Три створки, на которых изображены иконы. Вот это мнение, как выглядит Троица с точки зрения еврея. Пресловутый походный алтарь был изделием венской еврейской фирмы Морис Малер. Изотвляющиеся возможные предметы, необходимые для обослужения и религиозного обихода, как то четкие образки святых. Алтарь состоял из трех растворов и был покрыт фальшивой позолотой, как и вся слава Святой Церкви. Не было никакой возможности, не обладая фантазией, установить, что собственно нарисовано на этих трех растворах. Ясно было только, что алтарь этот могли с таким же успехом использовать язычники из Замбези или бурятские монгольские шаманы. Вообще вы знаете, что христиане с точки зрения некоторых евреев это язычники, потому что они верят в трех богов, как считают некоторые евреи. Намаляваны кричащими красками этот алтарь издали казался цветной таблицей для проверки зрения железнодорожников. Выделялась только одна фигура какого-то голого человека с сиянием вокруг головы и с позеленевшим телом, словно огусок протухшего разлагающегося гуся. Хотя этому святому никто ничего плохого не делал, а наоборот по обеим сторонам от него находились два крылатых существа, которые должны были изображать ангелов, на зрителя картина производила такое впечатление, будто голый святой орет от ужаса при виде окружающей его компании. Такая вот иконка. Дело в том, что ангелы выглядели сказочным чудовищем, чем-то средним между крылатой дикой кошкой и апокалиптическим чудовищем. На противоволожность творки алтаря намалевали образ, который должен был изображать троицу. Голубя художника, в общем-то, особенно не удалось испортить. художник нарисовал какую-то птицу, которая также походила на голубя, как и на белую курицу по ротам и гендот. Зато бог-отец был похож на разбойника с дикого запада, каких преподносят публики захватывающие кровавые американские фильмы. Бог-сын, наоборот, был изображен в виде веселого молодого человека с порядочным брюшком, прикрытым чем-то вроде плавок. В общем, бог-сын походил на спортсмена. Кресло он держал в руке так элегантно, точно это была теннисная ракетка. Издалися троица расплывалась и создавалось впечатление, будто вкрытый вокзал въезжает поезд. Что представляло собой третья икона, совсем нельзя было разобрать. Солдаты во время обедни всегда спорили разглядывая этот ребус. Кто-то даже признал на образе пейзаж Присазовского края. Тем не менее, под этой иконой стояла Святая Мария, Матерь Божия, помилуй нас. Вы понимаете, это иронично, но это действительно мнение евреев о поклонении иконам и изображении троицы. Скажите, можно изобразить троицу? В некоторых Библиях рисуют. Отец, сын, да? И еще там летает нечто. Так что, поверьте, для евреев это кажется самым диким шаманством, да? И язычеством. Но в то же время в действительности троичность Бога описывается равенными, но в других терминах. Авину, шаба, шамаем. Это кто записывает? В действительности троичность Бога описывается равенными, но в другими терминах. Помните, мы сейчас говорим? О чем? О теологических смыслах разных слов. Бог, Отец, авину, шаба, шамаем, да? Авину, можно просто записать. Авину. Сын это Тора, Слово или Мемра. Сын это Тора, Слово или Мемра. Имеется в виду не только Тора в физическом смысле, а имеется в виду Тора, сошедшая с неба. То есть в теологическом смысле. Или Бог творил мир и заглядывал в Тору. В какую Тору заглядывал Бог? Швиток Торы, который стоит в синагоге? Нет. Видите, это то же самое, что сказано в Новом Завете. И это было им, и для него все сотворено. Правда? Только другими словами. Итак, синонимы сына это Тора, слово и Мемра. А Руа Гакодыш или Дух Святой, который еще имеет синоним? Ну? Шехина или Шхина, да? Шехина или Шхина. То есть это синоним реального присутствия Духа Святого. То есть есть указания на троичность Бога и даже есть в Кабале. Мы будем дальше об этом говорить. Итак, первое, что мы говорили, конфликт в теологическом контексте. Второй конфликт в культурном плане. В культурном плане. Типичный вопрос культурного плана косыночки и головные уборы. Видите, скажите, это заповедь Божья, что молиться должен мужчина с непокрытой головой. Я считаю, что это не заповедь Божия. Если мы посмотрим в контексте того, что там говорится, там говорится, во-первых, о церкви, в которой было больше евреев или больше было христиан? В Коринской церкви больше было, не, в смысле, христиане, все были христиане. Я хотел сказать, язычников, Гаим, да? Больше было кого? Гаим, язычников. И вопрос такой, что в церкви, можно сказать, стоял бардак. Каждый проповедовал, что хотел. Потом кто-то вылезал и там полчаса пророчествовал. Другие там ее пытались отпихивать и кричали, если второе пророчество, то первый замолчи. Он говорит, нет, этого ее слова еще не кончилось. Потом вылезал третий и начинал что-то бормотать на непонятном языке. А все люди смотрели на него и не знали, когда говорить аминь. Правильно? Вот о чем говорится, что надо соблюдать определенный порядок церкви. Если мы видим по контексту, говорится о порядке церкви. И в нееврейской традиции какой признак увлажения перед царем? Снимать головную вор. У еврея какой признак увлажения? Наоборот, одеть головной убор. Поэтому евреи ходят в кипах. То есть совершенно разный культурный контекст. Поэтому можно перевести эти слова на современный язык, что ведите себя прилично и одевайтесь прилично, да? Так, как надо. Женщины одевайтесь так, замужние женщины одевайтесь так. Опять-таки это вопрос культуры. А не в том, что ангелы не знают, женщины замужние или незамужние? Как это называют? Очень важный теологический вопрос. Хорошо. Вот на первом Никейском соборе было начато разделение праздников. Вы помните? Вопрос Рождества. Вы знаете, что воспринимается евреями как языческий праздник? Евреи праздновали дни рождения? Иисус хотя бы один раз праздновал день рождения с учениками. Возможно, он даже не говорил, когда он родился. Помните, мы говорили, когда наступала Рожа-Шана, все евреи становились на год старше. Точно так же поступают и японцы. У японцев много еврейских традиций. А у язычников было поклонение ангелам. Ну, вначале каким-то различным языческим богам, по имени которого называли его. А говорят день твоего ангела. Вы слышали часто? Не день рождения, а день ангела. Для еврея это кажется языческим? Безусловно. Поэтому день Рождества, день рождения Иисуса тоже воспринимается как языческий праздник. Тем более, что это было связано с языческими днями. Вот так называемые календы самые холодные, самые короткие дни в году. И календы по-гречески, а у нас это кто? Каляда, калядовать, колдовать, это все того же корня. Следующее, Пасха. Пасха тоже разделилась. Ну, слава богу, в русском языке Пасха как Песах. А в английском языке вы знаете, что даже совершенно разные слова. Как английская Пасха будет? Эстер, да? Это связано не с царицей Эстер, а с Астартой. Ашторет. И это было поклонение Аштарте. И тогда приносились яйца и кролики. Но у нас кролики не приносятся, а яйца приносятся, как символ плодородия. В еврейской Пасхе тоже есть яйцо, только оно совершенно другое имеет смысл. Поэтому говорят так, чем отличаются евреи от христиан, да? Евреи едят мацу, а христиане не красят яйца. Потому что евреи на Пасхе яйца не красят. Каждый понимает меру своей распущенности, да? Хорошо. Дальше. Кроме того, на Пасху обычно устраивались еврейские погромы и всячески унижали евреев как христа убийцу. Сам хлебопреломление кажется еврею чудовищным, как акт людоедства и поедания крови. В особенности, когда евреев постоянно говорили, что вы мацу кровь кладете, да? Или наоборот, был такой довед гости, что вроде евреи дырочку колят, маца правда в дырочках, но вроде бы они колят гости, то есть вот этот хлеб для причащения, и оттуда выступает кровь. Поэтому, мол, евреи верят сами, что это превращается. Это связано с неправильным, абсолютно неправильным догматом о преосуществлении. Как я считаю неправильным? Может быть, кто-то скажет наоборот. Говорят, что происходит при этом два чуда. Первое, что физически превращается в вино, в кровь, а хлеб превращается в тело, в мясо, как говорится. А второе чудо происходит, что никто это не видит. Ну, так, по крайней мере, Мартин Лютер в своей полемике, он часто такие памфлеты писал, говорил об этом. Мы понимаем, что это символы, правда? Это символы. Но есть символы, похожие на хлебоприлавление? Правда? Мы видим, что в пасхальном цедоре употреблялось маца, хлеб и вино. И когда Иешуа говорил об этом, он говорил о своей жертве. Превращалось ли при этом в кровь Иисуса вино? Нет. Правда? Он говорил как о символе своей жертвы. Если мы будем в этом смысле понимать и объясним это, то это совершенно будет иметь другой аспект. Или это напоминает то, что мы говорили. Видите, само слово хлебоприломление опять-таки не подходит. Потому что ломать какое слово употребляется еврейское? Треф. Ляготрив. Разломать. Ляготрив означает, что сделать что-то трефным. Получается, мы хлеб это делаем трефным. Трефным будут евреи есть. Но когда мы говорим вечеря Господня Арухад Гошем то была у евреев такая традиция? Было. Она была и в храме когда хлебы которые брались из храма приносили новые туда забирали и священники их что преломляли между собой. Это называлось вечеря Господня. И шаббат и служение это тоже самое вечеря Господня. Видите как можно найти общего. И будет тогда культурный смысл конфликт. Не будет культурного конфликта. Но если мы будем говорить и не знать культуры нашего оппонента то будут думать что мы говорим о каком-то людоедстве. Хорошо. Следующее явление это явление так называемой метафорической деформации. Запишите. Метафорическая деформация. Что такое метафора? Сравнение. Сравнение. Описание. Мы видим нечто которое не наблюдалось раньше. Не видел человек этого раньше. И он начинает сравнивать. Например мы говорим космические корабли или говорим воздушный корабль. Помните? Или тоже мы говорим самолет. И мы сейчас подразумеваем самолет который летает в небе. Но если бы 200 лет назад сказали слово самолет люди подумали что это паром который переправляется. То есть метафоры. Некоторые вещи пространства отделяющие небеса переведены как твердь. И некоторые думали что она действительно твердая. Ракия это нечто что ограничивает пространство переведено в современную Библию. И так далее. То есть возникает метафорическая деформация. Вот например раньше папуасы держали собак и свиней. И больше у них животных домашних не было. Привезли им коз привезли им коров. И знаете как папуаски и лошади. Значит лошадь это большая свинья без рогов. Корова это большая свинья с рогами. Вы понимаете что такое уфорическое деформация? Нам это смешно. Но папуаски корова она и будет корову. Хотя будет звучать что она большая свинья с рогами. Коза это естественно малая свинья с рогами. Ну а свинья она просто свинья. То же самое например слово голубой в начале 20 века оно говорилось по отношению к человеку чистому безупречному. Есть даже такой роман 50-е годы да по-моему Лагин написал голубой человек или о гусаре Луньове как по-моему голубой гусар. Да? Хорошо голубой гусар звучит. У нас это совершенно другой смысл. То есть вы поняли. Это и есть метафорическая деформация. Следующее непонимание которое мы говорили связано с незнанием друг о друге. С незнанием друг о друге. А то что мы знаем друг о друге несет негативную информацию. Знаете что многие христиане сжигали тору в синагоге. хотя в Библии та же самая тора. Что они делали? Они же кощунство существовали. Самое настоящее кощунство. И евреи например плюются когда им предлагают прочесть Новый Завет. Новый Завет это те самые еврейские писания. Если им объяснить что они написаны евреями. Помните у вас были уже занятия по этому поводу сравнение евангелий. И еще я думаю будет в санне римлянам разбираться. Я думаю что это будет очень полезно. Также непонимание связано с неправильным образом жизни. И некоторые вещи осуждаются как христианством так и иудаизмом. Порнография, разваг, наркотики, обман, двуличие, лицемерие, нечестный бизнес, война и ненависть. Скажите это разрушает христианский мир? А не христианский мир? Видите но когда приходит какой-то человек с христианской культурой скажет извините смотрите вы христиане у вас христианская страна Америка откуда вся порнография идет? А кто наркотики начал распространять и все остальное? Так какие же вы христиане? Хорошо а вы иудеи? а какие же вы иудеи если вы воры мошенники обманщики правда? То есть в том чем мы осуждаем другого часто в этом виновны мы все по принципу коллективной ответственности я еще раз говорю мы христиане наркотики не распространяем мы христиане не гуляем там по улице в каком-то виде да но мы несем ответственность за всю нашу христианскую культуру кстати во многих христианских культурах сейчас вы знаете гомосексуализм является нормальным явлением да к сожалению хорошо теперь возвращаемся да и пятый момент нам не хватает культуры ведения диспута помните мы уже говорили о культуре ведения диспута итак возвращаемся непосредственно к тем вопросам которые разбираются в диспуте не слишком подробно для вас я все таки хочу чтобы вы в процессе понимали то что именно разбирается и то что нам мешает разбирать итак я цитирую дальше тогда начал говорить брат Пабло заявил что докажет с помощью нашего Талмуда что мессия о котором свидетельствуют пророки уже пришел я в ответ сказал ответ но прежде чем мы будем обсуждать это я попрошу его Пабло объяснить мне как это возможно доказать с помощью Талмуда ибо к сих пор как он ходил в Проманс и другие места нечто подобное говорил он многим иудеям я в полном недоумении что вы можете сказать по поводу этого конфликта видите в чем проблема что сам вот этот Пабло который знал Талмуд который знал еврейские писания он вообще не знал ничего о христианстве да и он решил доказать с помощью Талмуда вас и евреев самая главная книга это что Талмуд и вот в вашем Талмуде сказано что Мессия уже пришел и я докажу это и более того как говорит Рамбан он ходил по всем другим местам ходил в Прованс и другие места и нечто подобное говорил полным иудеям я в полном недоумении скажите что такое Талмуд там есть какие-то теологические вещи которые говорят какие ну какие важные теологические вопросы поднимаются в Талмуд это комментарии Торы хорошо пожалуйста теология это тоже комментарии Торы какие теологические вопросы обсуждаются в Талмуде практически никаких во-первых Талмуд это не теологическое сочинение как думают некоторые Талмуд это практическое руководство к действию там рассказывается как выполнять наилучшим образом заповеди описываются проблемы которые возникают при выполнении заповеди но там не указывается каков Бог какие его атрибуты там и так далее если и сказано что-то о божественных качествах то это сказано как бы вскользь потому что одна единственная теологическая мысль шма Исраэль аданая элагейна аданая эхад а раз аданая эхад то делай то-то-то-то люби Господа и так далее и вторая заповедь люби ближнего своего хорошо и Талмуд показывает во-первых это не теологическое сочинение отметьте вот может быть это тоже где-то на вопросах будет контрольных ну а что это практическое руководство действия там практически описывается как делать выполнять заповеди другое дело там есть правильные и неправильные вещи это Аллаха то есть путь которым мы идем да Аллаха закон во-вторых он действительно был в недоумении как из Талмуда можно доказать существование Ишо потому что есть несколько косвенных вещей где упоминается Ишо и так очень косвенно и непонятно и невнятно но уж там точно нету никакого доказательства существования Ишо почему потому что когда создавался Талмуд в то время уже христианство и иудаизм да они были в конфликте между собой даже в Кабале есть некоторые вещи о троичности Бога потому что хотя славное сочинение Кабалы было в позднем в середневековье написано но все-таки там цитируется ранние еврейские раввины жившие во втором веке но в Талмуде все вопросы о троичности Бога все вопросы об Иисусе Христе и о Его Божественности если они и были то что точно абсолютно точно их убрали потому что сам Талмуд уже писался в то время когда христианство и иудаизм были против друг друга и так он говорит я в полном недоумении пусть он мне ответит имеет ли он ввиду будто ученые Талмуда поверили что Ишу Мессия и верили ли они что Ишу человек и Бог как думают крестьяне ведь известно что Ишу жил во времена второго храма он родился и умер до разрушения храма а ученые Талмуда жили после его разрушения например раби Акива и его соратники те что учили Мишну раби и раби Натан жили много времени спустя после разрушения тем более раб Аши составивший Талмуд и запишавший его жил примерно четыре столетия спустя после разрушения храма как же эти ученые верили в мессианство Ишу его истинность в истинность его веры и религии если они действительно писали то на основе чего брат Пабло хочет доказать все это правильно с самой логики если бы они действительно написали что-то доказывающее что Ишу есть Бог то они бы поверили в это но тогда бы они уже не писали Талмуд они бы уже стали христианами правда то есть сама постановка вопроса абсолютно неправильная и мы сами будем видеть что там появляется как доказательство даже не Талмуд а скорее Мидраши то есть комментарии у которых можно нечто найти и Пабло хочет доказать все это так как же они остались иудейсты своей исконной обратности ведь они были иудеями и оставались иудейсты всю свою жизнь и умерли иудеями они и их дети и их ученики слышавшие из их собственных уз законов учителей а почему же они тогда не крестились не обратились к религии Ишу как это сделал брат Пабло который понял из них слов что религия Ишу истина Боже упаси и крестился следуя якобы им словам они же их ученики принимавшие Тор из Ихуст жили и умерли иудеями они учили нас закону Моисея иудейскому закону и все что мы делаем сегодня соответствует Талмуду и тому что мы видели ученых Талмуда как они поступали что делали с того дня как Талмуд им был составлен и по сей день весь Талмуд вот это отметить тоже видите важно итак первый довод который сказал Рамбан извините ребята если эти говорили о том что Иисус Бог почему же сам они не уверовали да и второе это очень важно мы говорили весь Талмуд состоит лишь в том чтобы сообщить об обрядности Торы и заповеди как поступали наши предки в храме по славам пророка и учителя нашего Моисея блаженной памяти если же не уверовали в Ишу и его религию то почему же не поступили так как брат Пабло который понимает слава мудрецов лучше них самих итак Талмуд это что касается еврейской обрядности и не более того это не теологический труд абсолютно хорошо дальше они начали ругаться друг с другом здесь написано это мягко но я вам переведу на современный язык что кому сказал и ответил брат Пабло эти длинные речи чтобы сорвать диспут однако послушай что я скажу Пабло на современный язык это переводится так заткнись и слушай меня я им сказал но ведь ясно же что он ничего не скажет по существу я буду слушать лишь потому что такова воля короля государя нашего говорит Роман на современный язык это переводится так глаза мы тебя не видели уши мы тебя не слышали но раскрыв приказует ладно послушай что ты там скажешь и так Пабло говорит он начал сказал вот Писание говорит не отойдет скипетр от Иуды и законодатель отчерез его вплоть до прихода Шила Шила это что примиритель или мессия то есть мессия и так пророк говорит что всегда будет у Иуды могущество вплоть до мессии который произойдет от него таким образом сегодня когда нет у вас единого скипетра нет единого законодательства мессия из потомства Иуды уже пришел и власть его он говорил так что сказано что будет потомок вечным царем потомок Давида ну у вас цари сейчас есть из потомка Давида нет а почему нет а потому что мессия потомок Давида уже пришел поэтому у вас цари из потомка Давида не было и не будет вот это если выразить современными словами я ответил пророк вовсе не имеет ввиду что царство Иуды никогда не будет прервано он говорил лишь что власть не отойдет от него то есть не прекратится навсегда смысл стиха в том что в любое время когда существует царство в Израиле колено Иуды достойно его если же царство прекратится то возобновившись возвратится к Иуде подтверждение моим словам то что додолго до Ешу царство прекратилось у Иуды но не у Израиля и долгое время царство не было ни у Израиля ни у Иуды ведь течение 70 лет воилонского пленения не было ни у Иуды ни у Израиля царство вообще а при втором храме лишь недолго царство в Иуде заруавель с сыновьями а затем 380 лет до разрушения храма царствовали жрецы и сынов Хасманеев и их рабов а уж тем более когда народ в издании нет народа и нет царя значит Пабло говорит что вот не прервется скипетр не прервется царство Иуды до тех пор пока не придет великий царь а раз царь уже пришел значит у вас что царства не будет на это возражает извините но ведь царство уже прекращалось были периоды когда не было у Иуды царя были периоды во времена вавилонского пленения а также за 380 лет последним кто был из колена Иуды это кто у нас был Зарувавель помните дальше были какие цари Хашманеи Маковеи а они из какого колена были из Леви из его рабов это имеется кто ввиду Ирод который был из Думиани а Думиани вообще рассматривались как рабы Иуды значит если будет Иуда достоин то царство вернется к нему ваше мнение по этому поводу итак комментарии вот это как раз такой случай когда оба дискутирующих не понимают друг друга и кажется что они говорят на разных языках прежде всего у них не согласован термин царство божие они говорят о каких царствах о царствах земных о царствах земных царство божие оно может быть и на земле но оно все-таки имеет суть в небесах и царь царство божие имеет какие-то особые атрибуты правда это необычный земной царь поэтому если говорить о царствах земных если бы царство мессии было в политическом смысле то христиане не молились бы и придет царство твое и да будет твоя воля на земле как и на небе правда если царство мессии в полном смысле было установлено после прихода Иешуа то тогда бы мы не говорили об этом правда Иешуа один раз приходит и второй раз приходит чтобы установить особое царство дальше Евангелие от Матфея говорит о родословной Иешуа Евангелие от Луки тоже говорит о родословной Иешуа там есть небольшая разница то какого-то места проходит дальше говорится о двух ветвях заметили это? о двух ветвях это тоже очень интересно потому что это не то что какое-то из Евангелий ложно это говорит о потомках Давида как бы в двух определенных аспектах двух определенных смыслах кроме того если говорить уже о царях из колена Давида то как раз в то время когда диспут был было по крайней мере два царства которые существовали из цари из колена Давида кто может назвать эти два царства царства на земле которые в то время когда проходил диспут продолжали править потомки Давида первое царство Эфиопия и последний потомок Давида был свергнут в 1965 году второе царство Грузия я не знаю помню точно в то время правила ли царица Тамара либо ее отец кстати как отчество царицы Тамары Тамара Давидовна ее отец был Давид строитель как раз по-моему вот в это время он правил или уже успел умереть и стать царицей Тамары как раз в это время а вы знаете что Багаратионии они были прямые потомки Давида причем они были прямые потомки Давида и родственники Иисуса помните мы говорили когда христиане были отселены в Грузию и Армению у них была своеобразная знать образовалась у Иисуса детей не было я в это верю чтобы не говорили некоторые товарищи но были не не они не Продолжение следует...